Сейчас убывающая луна, вы можете видеть, сегодня мы с вами встретились, и вот луна будет убывать, убывать до тех пор, пока совсем ее не будет видно. Энергия человека точно так же убывает. Красноярка Аяна Ярская сверяет каждый день не по обычному календарю, а лунному. Например, сегодня 7 февраля. По лунному календарю это 22 день. Небесное светило находится в знаке Скорпиона. Это значит, что подъем энергии вам обеспечен. Самое время творить. Девушка уверена, луна влияет на все аспекты ее жизни. Настроение, самочувствие и даже аппетит. Это можно даже почувствовать, когда ты живешь долго в ритме с луной. Ты ощущаешь, что сегодня, например, меньше хочется есть чего-то вредного. То есть хочется больше какой-то разгрузочный день устроить. Сейчас идет, во-первых, коридор задмений. То есть это время меняет свою судьбу. У меня, например, запланировано это время поездка в горы, потому что там подходящее самое место, где можно почувствовать себя, побыть с собой наедине. Влиянию ночного светила больше всего подвержены женщины, уверяют специалисты. Самые чувствительные даже волосы стригут по лунному календарю. Однако многие из нас о силе спутника Земли даже и не задумываются. Мы спросили у красноярцев, чувствуют ли они влияние небесного светила на свою жизнь. Ну, если не знать, то и нет. А если знаешь, что сегодня вот новолуние, полнолуние, то есть что-то изменится, то мне кажется, и это самовнушение. Нет, не верю. Почему? Ну, потому что все это надумано, по-моему, очень сильно. Я думаю, что, безусловно, вообще космос влияет на нашу жизнь и Луна в том числе. А как? Ну, приливы и отливы, допустим, да, существуют же в зависимости от лунных фаз. Ну и в том числе, я думаю, что и все остальное, вся природа. У нас две оси. Есть знаки зодиака. Первая ось, она отвечает за то, какой ты. А Луна отвечает за наши эмоции, отмечают астрологи. Самое главное, конечно, где она находилась в момент вашего рождения. Это можно узнать, изучив натальную карту. Луна отвечает за нашу тень. Это с точки зрения, если смотреть архетипических сценариев, которые еще Юнг описывал, это то, что мы скрываем и не хотим показывать. Это наша душа, наша тайна, наше внутреннее состояние. Луна, как эмоциональная составляющая вашей жизни, она собирает информацию, которую вы проживаете каждый день. Сейчас на звездном небе расположился очень важный аспект – так называемый коридор затмений. До 15 февраля нужно сделать то, что вы давно хотели. Например, поправить здоровье или заняться спортом. В этот период Луна поможет вам раскрыться и получить результаты уже спустя полгода. Но самое главное – это гармония и собственное желание изменить свою судьбу. В глубинах космоса разбирались Татьяна Рябова, Константин Шубкин и Илья Заречный.